Конфронтация между министрами иностранных дел Греции и Турцией вызвала бурные дискуссии как в Афинах, так и в Анкаре. Турецкий президент Раджепта Ипердаган заявил, что Мевлюд Чавушуглу не мог хранить молчание и поставил на место Никаса Дэндиаса. Аналитики считают, что каждый из министров преследовал свою определенную цель. Греция решительно хотела показать, что отношения между Турцией и Европой проходят через Афины. В Анкаре хотели сохранить разногласия между Турцией и Грецией на двустороннем уровне. Фактически мы можем только надеяться, что этот мир в Средиземном море продлится долго и что диалог между двумя странами будет продолжен. Турецкая пресса обвиняет Никаса Дэндиаса в грубости. Но аналитики отмечают, что глава греческого МИДа во время визита в Анкару просто говорил обо всем прямо. Политолог Эрди Остюрк считает, что Турция стоит на распутье. Все это во многом связано с трансформацией внешнеполитического менталитета Турции и реакцией на это Греции и Евросоюза. Турция, как и многие другие страны мира, сегодня постепенно отказывается от международного сотрудничества. Анкара наметила новый курс во внешней политике, основанный на национализме, на ностальгическом видении истории, памяти и религии. Премьер-министр Греции Кириакас Мицатакис выразил удовлетворение тем, как министр иностранных дел Никас Дэндиас провел напряженную пресс-конференцию со своим турецким коллегами в лютом Чавушуглу. Неофициальные переговоры по кипрскому вопросу в Женеве – тема очередной встречи министров иностранных дел двух стран. Греции и Турции будет трудно, а то и невозможно найти общий язык. На протяжении десятилетий будущее Кипра является одним из вопросов, вызывающих наиболее острые споры между двумя странами.